как вы уже видите на экране снова начинается тема в деянии святых апостолов и уже ноябре последний раз этот об этой теме было сказано я когда готовился я думал ну возможно опять делать какое-то видение текст потому что сегодня мы будем размещать 26 главы с 19 стиха это как раз посередине одного действия а потом начал просматривать предыдущие проповеди я думаю что нет в этом необходимости потому что мы сейчас любой день свое время каждый может просматривать те проповеди которые уже были сказаны эту тему даже до начала до первой проповеди интересно что первая проповедь с этой серии прозвучала еще в октябре 2019 года я думаю это хорошее время уже спустя более два года можно снова просмотреть и это уже более 80 проповедей было по книге деяний святых апостолов много что господь учил нас и много что возможно снова нужно повторить но сегодня текст перед нам это деяние святых апостолов 26 глава и будем читать 19 стиха поэтому царь агриппа я не воспротилась о небесном видении но сперва жителям дамаска и иерусалима потом всей земли иудейские язычникам проповедовала чтобы они покаялись и обратились богу делая дела достойны покаяния за этой сватили меняю идеи в храме и покушались растерзать но получил помощь от бога я до сегодня остаю свидетельствую малому великому ничего не говоря кроме того о чем пророком о чем пророке моисей говорили что это будет то есть что христос имел пострадать восстать мир он первым из мертвых возвестить свет народу идейскому язычникам когда он защищался фэс громким голосом сказал безумствуешь ты павел большая ученость доводит тебя до сумасшествия нет достопечатный фэс сказал он я не безумствую но говорю слова истины и здравого смысла ибо я знаю ибо знает об этом царь перед которым я говорю смело отнюдь не верю чтобы от него было что-нибудь скрыто с этого всего скрыто ибо это не углу происходило веришь ли царь а гриппа пророк пророком знаю что веришь а гриппа сказал павлу ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином павел сказал молил бы я бога чтобы мало ли много ли не только ты но все слушающие меня сегодня сделать такими как я кроме этих уз когда он сказал это царь призвал вереника сидевшие с ним и встали и отойдя в сторону говорили между собою что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает и сказала гриппа фесту можно было освободить этого человека если бы он не потребовал не потребовал суда у кесаря поэтому посему и решил правитель послать его к кесарю вот такие текст писания которые мы прочитали вместе и тема которая перед на перед нами немного не убеждаешь меня кто задал эти слова мы уже вот даже знаем ответ на этот вопрос кто сказал эти слова фест или а гриппа интересно что два человека высокого уровня сидят и много другие люди рядышком но слышат они разные один почти что не стал христианином другой считает апостола павла что он безумствует я так подумал нашей жизни не бывает ли так что где-то мы кому-то говорим о боге и два разных человека они по-разному воспринимают не бывает ли в нашей жизни даже доме божьем два человека сидят слушая слово божие один выходит дом молитва и говорит я ничего сегодня взял для себя возможно он говорит это в сердце своем а другой человек смирается кается поздно и начинает служить господу от чего зависит это это все зависит от своего сердца насколько то сердце готово воспринимать то что говорит господь мы понимаем уже прочитано что апостол павел был уверен что а гриппа знала в иисусе христе тому еще а гриппа был тех кто много знала порочеств и он даже кое-что верил fest fest это был другая личность мы видим что он даже не как только услышал о воскресении и смерти иисуса христа он даже так некрасиво поступил он стал перебил павла когда ему дали право говорить с первого стиха мы читаем что апостолу павлу дали право говорить и он не договорил свою речь здесь кто-то встал громким голосом некрасиво перебивает апостол павла и так унизительно его обзывает я так подумал для себя а возможно я или кто-нибудь из нас не всегда смелый благовестии кому-то рассказывать о боге потому что где-то внутри понимает что можно быть может кто-то из нас насмеяться унизить и так далее мы видим что апостол павла это не останавливает он продолжает дальше говорить он делает паузу и дальше говорит интересно что апостол павел о чем он рассказывал там вот когда нас судили за имя господне когда нам надо было защищаться о чем мы рассказывали вот о чем апостол павел говорил вот несколько пунктов давайте пройдем он рассказал что вот те главы все 19 стихов которые были прочитаны раньше предыдущий раз в заглаве я назвал это небесное видение когда господь ему явился он начал с того дня когда господь ему явился рассказал ему как это было подробностях как будто бы это не было уже более 20 лет назад а как будто бы это было вчера он так рассказал ему так что даже агриппа поверил ему он почти что стал христианином и что павел рассказывал он рассказал о том что как господь его искупил как он призвал как господь показал что павел свои праведности своем понятии он думал что он защищает бога что он делает то что господь его говорит ему говорит то что его научили но когда господь показал ему что ты идешь против бога апостол павел там же покаялся там же сказал господи что повалишь мне делать и совсем по-другому пошел вот куда он бежал дамаск чтобы гнать и преследовать церковь оттуда он начал свое служение когда господь открыл ему глаза он там же начал проповедовать интересно сразу параллели моей жизни вот где господь как господь меня спас на каком месте знают те люди окружающие семья и так дальше что господь меня спас и какая дальнейшие мои действия если это просто внутри меня если это никто не знает то возможно это не есть спасение или возможно она долго не будет потому что я не делаю то что должно быть делать апостол павел не боясь то что там люди его ожидали совсем другие те люди которые помогали с ним убийств и так дальше он им проповедует потом апостол павел возвращается назад откуда он взял письма видим что он пошел в иерусалим и он начал там проповедовать там проповедовать начал где он получил свое образование там он учился возможно он ходил и своим одноклассникам рассказывал о господи который на него смотрели и не принимали скорее всего я снова делаю параллель когда я пришел господу или когда сейчас я где-то учусь или работаю у нас сегодня хор молодежные большинство с них учатся знает ли окружающий меня с кем я учусь что я христианин свидетельствуя им подобные я апостолу павлу то что даже надо мной могут смеяться апостол павел уже сейчас спустя 20 лет когда мы прочитали текст который он говорил его не изменилось ничего он тогда готов был проповедовать везде и каждому также он делает и сейчас он проповедовал дамаске он идет иерусалим и мы знаем путь апостола павла это был нелегкий путь его много раз были изгоняли это был сложный путь и здесь он пытался проповедовать везде где может по разные обстоятельства разные возможности ночью днем и вот четвертый пункт говорится что как он проповедовал он проповедовал истину здраву почему он не боялся и перед царями даже проповедовать я не знаю кто из нас у кого какая возможность где было проповедовать возможно только нашим одноклассникам нашим соседям возможно кто-то мог рассказать слово божие учителям профессорам возможно кто-то мог сказать слово божие мэру города но опас апостол павел всегда смотрел будущее он все больше и больше имел желал рассказать побольше и разным людям мы понимаем что вот даже следующий жаги когда мы будем читать позже следующие разы он доберется в рим я так представлял себе что это рим значит для апостола павла когда он жил в иерусалиме и вот возможно картина приблизительно такая если сказать что это соединенные штаты америки то скорее всего где-то он жил там доминик репаблика или где-то еще там был иерусалим там все хорошо было соединенные штаты управляли этим городом там иисус умер и воскрес но апостола павла цель дойти до рима даже если он придет как кузник он готов к этому прийти до рима до соединенных штатов америки и не только его цель его желание прийти в вашингтон дисси туда чтобы говорить перед судем и говорить можно так сказать перед президентом он готовы туда идти и даже если не тот он готовы там проповедовать для этих всех тюрьме кто его будет сторожить чтобы вот центра рима центра ваших тона слово божие это военные могли узнавать о господи и распространять по всей стране тогда и мы видим мы знаем будем читать дальше что апостол павел сделал так он днем и ночью благовествовал те которые охраняли его днем и ночью в сутки менялись не знаем когда он спал но в истории говорит что тогда очень много людей очень много солдат опокаялись приняли господа и когда они разъезжали на разные места они были христианами они проповедовали доносили слово божие в разных точках мира апостол павел и было желание идти дальше и дальше какое мое желание если меня желание людям рассказать о боге который занимает высшее положение в этой жизни скорее всего это желание должно начаться с молитв молиться о тех людей которые занимают высокие положения наших странах я понравилось как матью генри описал этих 20 лет служение апостола павла он свидетельствовал малому великому молодому и старому богатому и бедному грамотному и невежественному безвестному и знаменитому всем тем кто показывал свое неравнодушие отношения и проповеди явальные апостол павел проповедовал всем он сегодня является для нас примером и несколько пунктов как апостол павел говорил именно в этой речи перед тем я хотел бы задать вот несколько вопросов которые когда я размышлял я размышлял о себе сколько лет я в господи сколько лет мы в господи здесь апостол павел спустя много лет говорит о небесном видении как господь ему явился как будто бы это было вчера могу ли я сегодня рассказать если меня спросят когда я пришел господу как я пришел господи как господь меня призвал что я говорил господа обещал и осталось ли это свеже моей моем сердце моем разуме и это именно успех апостола павла то что он понял что из кого господь его взял и что господь его делает и как он гнал господа и поэтому он готовый был служить господу даже тогда когда его гонят я размышлял исполнил интересно что в этом году будет 20 лет как и я пришел господу на протяжении уже многих месяцев или возможно даже года тогда еще я ходил на собрание и я слышал этот призыв как господь призывал примириться с господом начать служить ему посетить ему свою жизнь и в сердце откладывал даже молился господи не сейчас и были много причин почему я отлаживал этот призыв господи на следующую неделю на следующий месяц или на следующий год и понял потихоньку все эти причины они все сужали сужались который я не мог откладывать и одна из причин осталось я говорю господи меня в семье старший брат еще не покаялся вот когда он покаяться тогда я выйду оно уже должно быть по порядку как-то так я вот молился и господу такие слова говорил но почему-то брат не выходил я ждал но он не выходил и интересно что 8 сентябра 2021 года это как раз я родился 8 сентябра и как раз воскресенье 8 сентябра тогда я неделю до этого уже молился внутри на собрании говорил господи вот 8 сентября я выйду и покаясь независимо выйдет брат или кто я выйду и покаясь я ждал это 8 сентябра я был рад что меня будет я родился 8 сентябра физически и также меня будет рождение свыше 8 сентябра так совпадало все хорошо но когда я пришел на собрание все было как обычно когда слушал слово то в разуме я понимаю что я принял решение сегодня выйти но вот нету этого расположения вот нету этого сокрушения чтобы выйти покаяться пред господом я ждал этого своим сердце до конца собрания когда же это будет но это не пришло я помню я ушел с дома молитвы такой расстроен господи неужели столько раз ты много звал меня я пренебрег и уже поздно меня больше уже тогда не было кто как будет ли призыв выйдет ли брат или нет господи только позови меня только дай вот вот это состояние вот спирение состояния вот это грешника преклониться пред тобой я сразу покаясь на следующее воскресенье я сидел где-то на второй третий лавке брат рядом сидел тот который еще не покаялся и конце собрания как он только начал выходить я вижу что вижу что он идет кается я выбежал за ним стал на колени начал просить прощения господа и такой рад был по две причины потому что господь еще раз дал шанс и потому что господь простил и вот прошло уже почти 20 лет я думаю вот те слова которые были тогда у меня на сердце господи я посвящал и господи я буду служить тебя господи я от от всего отказываюсь от разного греха если моем сердце она сегодня еще или потихоньку потихоньку забылась привык что уже верующий какие-то другие моменты появились в своей жизни какие-то новые привычки уже возможно греховные возможно те привычки которые уходят от сятости появились течение этих лет сегодня это время когда мы можем позадуматься на своей жизни апостол павел спустя много лет он говорит как господь его призвал и как в течение этих 20 лет приблизительно он и шел за христом и проповедовал если сегодня меня вызовут дай отчет своему служению дай отчет своей христианской жизни что я могу сказать с первого стиха мы уже читали что апостол павел что апостол павел начал говорить как господь его призвал с первого стиха и он это дело до 24 стиха несколько стихом и уже застали и мы понимаем что фест начал некрасиво так перерывал его речь именно тогда когда апостол павел заговорил о страдании и воскресении иисуса христа что о чем это нам говорит вот когда подойти вот в магазине на работе незнакомую человеку и спросить сколько часов это легко ли тяжело это очень легко любой вопрос который не касается духовности я говорю за себя возможно кого-то этот по-другому так легко подойти спросить какая дорога как туда попасть но если подойти и сказать что-то что касается истины слова божия ходите ли вы на собрание являетесь верующим человеком пригласить на собрание сразу откуда-то берется вот вот это такой страх вот меня неправильно поймут и так дальше бывает вас в этом но это не останавливая апостола павла это не остановило его даже еще больше мы знаем что среди истории независимо как ты говоришь всегда есть люди если ты говоришь о господи есть люди которые не хотят слушать мы помним как а учеников на учеников говорили даже упрекали они не грамотны они не учились это просто рыбаки кажется да почему и слушать ну вот пришел апостол павел который грамотный который сильно грамотный и говорят что он безумствует независимо какие мы на есть всегда найдутся те люди которые могут принять слово божие и всегда когда те люди которые могут унизить апостол павел сегодня показывает пример для нас чтобы не останавливаться чтобы идти и говорить слово божие но еще важный пункт третий пункт как апостол павел отреагировал как я отреагирую когда мне что-то скажет прилюдно ты вот там то и то и то я помню когда мы жили на украине мой папа был просветер и нас всех обзывали на всех обзывали даже когда мы были невозрожденные дети нас обзывали что дистом и там еще подробно и как это принимать воно думаешь так я считаю даже не примирился с богом да я еще ну как то бы так но уже обзывают апостол павел он не брал на себя обиды видим не он не обиделся на феста он даже с уважением с титулом обратился к нему не опустил голову скорее всего не громче не начал говорить как то как такое можешь но это один момент что он не обижался и мы не имеем это право другой момент что он может сказать с убедительностью что он говорит слова здравого смысла могу ли я это сказать вот когда человек какой-то задает мне вопрос могу ли я с уверенностью ответить как говорит слово божие если в этом истина или я начинаю думать вот как то так говорить что человек понимает что и я сам не понимаю о чем я говорю поэтому насколько важно всегда пребывать слове божием насколько важно всегда пребывать молитвы и прошение от господа чтобы господь приготовил нам и дал те слова когда будет ответить я помню еще в детстве приехали наши родственники одна страна не не были неверующие нас на столе была открыта библия били читал папа или кто-то она открыта была это бабушка подошла и начала читать с этой библии что-то и вдруг она прочитала эту историю когда иисус сделал чудо помните помазал грязь взял слиню и сделал грязь и помазал и открыл глаза и она сказала что она подумала за другое чудо и говорит библии такого не написано у вас какая-то другая библия я еще был мальчиком и не мог ответить сказать что вы говорите о другом чуде я так подумал ну вот такой момент который не знаю что ответить а ответ же есть бывает и в нашей жизни что ответ же есть но он приходит намного позже потому что мы не были готовы это насколько важно чтобы это здравый смысл чтобы слово божие оно присутствовало нашей жизни и когда нас есть возможность сказать даже не в такой большой аудитории который был павел а в обычной где мы находились что мы были уверены что нас есть что сказать и что мы это верим что мы это можем засвидетельствовать перед всему миру следующий пункт павел уверен в том что что иисус христос умер и воскрес это было истиной и это было известно даже 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 царю гриппу он даже не спрашивает его он говорит я отнюдь не веру чтобы от чего было что-нибудь скрыто ибо это не углу происходило есть сейчас люди которые говорят как будто бы христос не воскрес как будто бы что-то там не так написано мы можем например апостола павла сказать нет вот то что написано слове божием я могу быть уверены что это было это так это дай аминь апостол павел это говорил даже пред президентом и почему нас иногда может быть нету смелости сказать это перед людьми которые его которые окружают нас апостол павел верил то что он говорил он по сей день еще осознавал вот то небесное видение которое явилось ему или можно сказать по нашим на нашем языке мы еще помним вот этот момент когда господь искупил нас просил пережили эту радость прощения и мы понимаем что это было но это было реально это нельзя было объяснить это нельзя было но вот эта радость прощения и поэтому он и говорил и как часто возможно нам нужно напоминать друг другу спрашивать а как ты пришел господу почему ты пришел господу чтобы друг другу напоминать откуда нас господь взял и куда господь нас ведет пятый пункт это еще двадцать девятом стихе я не знаю кто может сказать подобные слова как сказал апостол павел он говорит можете ли кто-нибудь сказать здесь присутствующих я понимаю что мы верующие здесь то если бы здесь были неверующие сказали я хочу чтобы вы все стали таким как я то есть таким верующим как я таким посвященным господу как я и так дальше кто может сказать эти слова павел сказал эти слова это еще раз показывает что настолько он был посвященный господу что павел мог сказать эти слова двадцать девятый стих павел сказал молил бы я бога чтобы мало ли много ли не только ты но все слушающие меня сегодня сделались такими как и я кроме этих уст кто-то может сказать да апостол павел говорил чтобы сделались таким как я то есть стали христианами это правильно но скорее всего апостол павел имел еще больше чтобы сделались и в других текстах писания апостол павел говорит подражайте мне как я христу могу ли я эти слова сказать но на примерах апостола павла мы должны стремиться к этому кроме этого он еще такой момент сказал кроме этих уз о чем это говорит это говорит что он на самом деле желал желал бы молился чтобы все кто присутствовал там примирились господом все те которые здесь сидели здесь люди которые были высокого уровня те которые находились там те возможно служанки или кто-то там воды или все полностью апостол павел говорит что он молит господа он желает чтобы они становились стали таким как он если меня это желание хотя бы некоторые возле меня хотя бы родственники близкие о чем я чаще всего молюсь чтобы мои близкие примирились господом или чтобы и было все хорошо в этой жизни о чем о чем мы молимся о чем мы беспокоимся апостол павел открывает свое сердце что его небесное видение протяжении всего этого времени осталось это одно и то же самое желание когда нас было это желание когда мы пришли господу это служить господу иметь это чистое состояние пред господом и посетить господу свою жизнь интересно что павел говорил именно так шестой пункт что его хотели освободить даже здесь возможно павел мог бы сказать достаточно не надо мне дальше его освободили но апостол павел не считался с кровью и с плотью он хотел дойти все дальше 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 за свою жизнь чтобы рассказывать о боге где я останавливаю своему благовестию где на каком пути где мне становится страшно апостол павел говорит чтобы это было всегда при всех возможностях дальше и последний вот стих который мы уже зачитали могу ли я сказать эти слова сейчас мы будем молиться просить господа чтобы господь наполнил нам эти ощущения вот те слова возможно кто-то записал дневник когда он пришел господу что он говорил господу но скорее всего эти были слова самые искренние самые вот такие простые самые такие святые как только что человек получил прощение грехов и он желает господу служить искренне и тогда легче было бы сказать мы знаем что хочется рассказывать всему миру хочется идти делать все возможные или даже возможно сказать что-то подобное как сказал апостол павел я хочу чтобы и вы сделали то что я сделал но проходит время проходит время и вот принцип эти слова в двадцать восьмом стихе ты немного не убеждаешь меня сделать со христианином зависит какими мы являемся христианами человек знает кто такие христиане или видит меня какой я христианин и думает хочу ли я быть таким как он да или нет царь Агриппа знал кто такие христиане он не сказал как-то по-другому вы верующие вы верующие в воскресенье как-то он использовал слово христианин то есть последователь Иисуса Христа те которые подражают Иисусу Христу те которые копируют Иисуса Христа и он даже говорит эти слова ты мало что меня не убедил тоже подражать Иисусу Христу копировать Иисуса Христа рассказывать другим что Иисус со мной сделал поэтому насколько важно жить так в последневной своей жизни чтобы во-первых наши дети это маленький круг наши наш там где мы живем наш Дамаск возможно так или Иерусалим увидел и сказал я хочу быть как папа я хочу быть как мама я хочу быть как брат я хочу быть как сестра я хочу быть как мой дядя или как тетя вот они вот они любят Господа они говорят о Господа больше всего это зависит от нас на какими мы являемся христианами тогда когда мы и говорим о Господе тогда когда мы им говорим идти в Дом Божий когда мы еще что-то говорим они это делают немножко по-другому когда они видят что мы на самом деле те христиане которые в своей жизни на протяжении всей жизни несут это небесное видение которое возможно скорее всего не было как апостола Павла оно было тихо возможно это в доме молитвы возможно это в своей комнате возможно это в лесу было но самое главное чтобы это было соединение с Богом когда Господь простил нас и очистил и хотелось бы чтобы это всегда у нас было памяти и чтобы в нашей жизни побольше было этих моментов когда нам люди хотят сказать ты убедил меня стать христианином ты убедил меня стать христианином я хочу читать Слово Божие расскажи мне больше об этом где куда вы собираетесь где ваши дом молитвы и так дальше и пусть Господь нас благословит в этом чтобы наше желание было быть подобным в этой сфере на апостола Павла помолимся аминь и так далее и так далее